В Химках прошло заседание Совета депутатов. Работа главы городского округа Дмитрия Волошина удовлетворила народных избранников. Принять к сведению отчет главы городского округа Химки Московской области Волошина Дмитрия Владимировича о результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации городского округа Химки Московской области 2018 год. Признать результаты деятельности главы городского округа Химки Московской области Волошина Дмитрия Владимировича удовлетворительными. Обсудили и вопрос разгрузки городского округа от пробок. Сегодня в городском округе делают многое для его решения. Одна из мер – проект Репинской развязки рядом с жилыми комплексами «Две столицы» и «Солнечная система». Жители округа обратились к властям с просьбой о строительстве дополнительной дороги, которая соединит старые и новые Химки. Такую задачу поставил и президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Химки. Хотелось бы еще раз внести мнение жителей, слава и благодарности, и своих жителей. Это нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину Андрею Юрьевичу, вам, Владимир Владимирович, по поводу Репинской развязки, которая, наконец-то, длинула с места. Еще одна важная проблема – строительство Машкинской развязки. Сейчас это круговое движение – один из самых проблемных участков округа. В одном месте сразу три дороги – Новосходинское и Машкинское шоссе, а также съезд на Ленинградку. Решить проблему заторов необходимо в кратчайшие сроки. Строительство Машкинской развязки одобрил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Особо благодарен тому, что наш московский областной губернатор Андрей Воробьев и также наш глава администрации Дмитрий Владимирович Волочин. В том, что в данный момент это нужно, проект, чтобы подтвердили. Спасибо всем, что наши жители слышали. Депутаты ставили этот вопрос. Надо отдать должное главе городского округа Дмитрия Владимировича, что он смог этот вопрос включить в генеральный план 2017 года. И депутаты проголосовали. То есть это важный момент внесения этого вопроса в генеральный план этого проекта. Сейчас проектные работы ведутся и, безусловно, проект будет реализован. Обсудили и социальные вопросы. Материальную помощь в размере 250 тысяч рублей предоставит семье, воспитывающая ребенка-инвалида. У Марка Александрова синдром дефицита глюкозного транспортера. Заболевание редкое. Открыто только в начале 90-х. В России таких случаях меньше 20. Глюкоза не поступает в мозг, из-за чего нарушается функция организма. Необходима специальная диета, контроль невролога и ортопеда. Полученные средства направят на прохождение комплексной реабилитации в специализированном центре. Низкий поклон всем, кто отозвались, кто нас услышали. Потому что мне одной, это нереально, собрать такие суммы, чтобы был результат. До этого мы обращались, нам тоже помогали. И, кстати, Марик сам зашел в администрацию на своих ножках. Полученные средства направят на прохождение комплексной реабилитации в специализированном центре.